добрый день дорогие друзья подписчики и гости моего канала у меня уже связано несколько шапок с косичками с оранчиками сегодня у меня будет вязаться очередная шапка покажу разбор и на эту шапку для тех кто интересовался потому что ну не все умеют вязать ораны как я поняла но для тех кто хотя бы один раз в жизни вязал их спицами я думаю принцип будет понятен я вчера нарисовала себе вот такую усложненную как я называю схему замудренную и здесь вот у меня разделен центр то есть по центру у нас будет идти коса вот она из 4 петель то есть 4 петли вот такой небольшой жгутик даже не коса а жгутик и от этого жгутика у нас будут отходить ромбы двойные состоящие из двух петель они будут расходиться а потом снова сходиться снова расходиться и сходиться и вы можете увидеть в каком расположении они у нас будут подробно останавливаться здесь я не буду я сейчас делала заработок под резинку промышленную 2 на 2 через 1 в работе у меня 160 игл и я сейчас провяжу резинку и вернусь к вам как раз таки на разбор игл я провязала 20 рядов резинки и теперь мне необходимо выполнить разбор под узор мы видим что у нас вправо и влево от нуля должно быть по 4 петли на задней игольнице вот с них мы и начнем именно с центра то есть находим свою иголочку нулевую и вот 4 справа и 4 слева должны быть у нас именно в работе на двух ну на каких-то иглах у нас уже есть петли что мы здесь делаем здесь мы будем переносить передние игольницы на заднюю либо добавлять между вот эти вот протяжки петельной дуги у нас получается что 2 2 петли вот 2 и 2 центральные 4 всего это у нас будет коса вот под петлями косы у нас не должно быть петель то есть у нас здесь будет 4 в работе а по передней игольницы будет 3 вяжем и на сдвиге на положение игольницы h5 то есть под полный ластик я переношу одну петлю с передней игольницы на заднюю смотрю 24 то есть вот эту вот иглу мне еще необходимо с нее петлю перенести на заднюю игольницу и теперь у нас получается что вот они 44 иглы на которых у нас есть петли и между ними по передней игольнице 3 иглы на которых петель нет это для того чтобы легче нам было переносить петли косы дальше у нас должны быть по передней игольнице петли я сразу сейчас буду выводить в переднее нерабочее положение те иглы которые я уже разобрала то есть вот 4 петли косы готова дальше от них по краям идут по 2 петли которые будут идти на ромб то есть они у нас есть вот справа 2 слева 2 но под ними нет петель на передней игольнице поэтому я беру из петельной дуги по верхней игольнице одну петлю и надеваю на нижнюю игольницу то же самое делаю и с левой стороны то есть поднимаю петельную дугу и надеваю теперь я могу спокойно вывести две иглы справа и две иглы слева также в переднее нерабочее положение и считаю должно быть 8 петель 2 4 6 8 все правильно дальше у нас по схеме если смотреть идут две иглы в переднем не работе в заднем нерабочем положении то есть не участвуют в работе по задней игольнице 2 участвуют то есть здесь мы также начинаем разбирать от этих 8 1 у нас есть в нерабочем положении со второй переносим петлю на нижнюю игольницу на переднюю на вот эту иглу мы надеваем протяжку с передней игольницы с петельной дуги надеваем все здесь у нас готово теперь у нас так что мне фокус пропал теперь у нас должно быть 12 петель в заднем нерабочем положении по задней игольницы поэтому мы просто смело задней игольницы переносим петли на переднюю пока у нас не освободится 12 игл переносим 6 и готова 7 8 и сейчас я вот эту перенесу и посчитаю извиняюсь 2 4 6 8 10 12 отлично 12 петель 12 игл у нас сейчас не участвуют в работе то же самое мы делаем с вами из левой стороны то есть одну иглу одну петлю переносим на переднюю игольницу и с нижней петли добавляем одну наверх это у нас вторая часть ромба то есть две иглы в неработе 2 в работе и также переносим для того чтобы освободить 12 игл на задней игольницы то есть симметрично формируем наш узор когда все перенесете главное себя проверить потому что лучше исправить это сразу чем потом что-то выдумывать 2 4 6 8 10 переношу с 11 иглы и 12 у нас и так находится в нерабочем положении вот таким образом сейчас выглядит наш разбор то есть 8 центральных у нас в работе 2 слева и справа от 8 в заднем нерабочем и по 2 в рабочем между петлями косы у нас три иглы в нерабочем положении все остальные иглы у нас включены в работу готово теперь движемся дальше то есть у нас вот пустые клетки это 12 петель в нерабочем положении дальше нам снова необходимо ввести в работу 2 петли по задней игольнице 2 исключить из работы и снова 2 ввести 2 у нас мы видим что уже есть в работе но нет петли на передней игольнице поэтому также мы делаем разбор переносим петельную дугу на переднюю игольницу две иглы освобождаем снова добавляем на переднюю игольницу одну петлю и из нижней дуги мы берем из нижней петли берем дугу и переносим ее на верхнюю игольницу вот так есть и теперь у нас снова будет повторяться наш центральный узор то есть две иглы я вывожу в переднее нерабочее положение и здесь дальше мне необходимо сформировать 4 петли которые будут у нас идти на косу на жгутик я переношу с передней игольницы на заднюю так и помню что у меня должно быть между петлями косы 3 петли по задней по передней игольнице в нерабочем положении поэтому вот эту вот петлю я просто перенесу вот сюда вот так 24 это у нас петли жгутика и у нас еще должно быть здесь две петли которые пойдут на следующий ромб я также беру дугу из петли низлежащего ряда и кладу ее наверх все вывожу 2 4 6 8 посчитала проверила все правильно дальше у нас должно быть две иглы по задней игольницы в нерабочем положении поэтому я здесь просто переношу их на переднюю игольницу есть дальше должно быть две петли в работе также из низлежащей петли добавляю на заднюю игольницу одну петлю и здесь уже сразу можно перебросить сейчас я закончу и покажу вам вот еще один раппорт или раппорт узора у нас выполнен то есть восемь центральных у нас в работе между ними по две исключены из работы и потом еще по 2 введены в работу и так разбираем справа до конца и слева до конца и так я выполнила разбор игл по всей игольницы и по краям у меня получилось что у меня 12 игл по задней игольницы выключены из работы и затем две в работе остальные петли идут по передней игольнице то есть как будто бы половинка ромба которую мы будем смещать также у меня она с левой стороны находится и с правой стороны и того у меня 5 целых раппортов центральный по 2 слева по 2 справа садимся проверяем себя считаем чтобы все иглы которые необходимы в работе были в работе те которые исключены из работы у нас были в нерабочем положении по передней игольнице у нас все петли в работе все иглы за исключением тех трех которые находятся между четырьмя петлями нашего жгута они также неизменно всегда будут исключены из работы все остальные иглы как вы видите находятся в рабочем положении и еще такой один маленький момент петли жгута мы будем перекрещивать каждые четыре ряда за исключением первого жгута мы сейчас провяжем два ряда и сделаем первый перехлёст а вот петли нашего ромба арана мы будем разводить каждый второй ряд можете себе записать чтобы не путаться что у вас будет первый перехлёст косы допустим второй ряд потом шестой ряд десятый ряд 14 ряд 18 и так далее и так далее если вам так будет проще и сразу знаю что будете спрашивать вязать я буду из пряжи кэшвелл метражом 2400 метров на 100 грамм в 5 сложений плотность моего вязания 5 по передней 5 по задней игольницы как я уже сказала вяжем на сдвиге игольницы h5 под полный ластик и так я провязываю сейчас два ряда для удобства я выведу все петли все иглы по передней игольнице в переднее нерабочее положение так как на некоторых иглах у меня есть по две петли чтобы облегчить работу своей машине провязываю два готова делаем первый перекрутка с и для этого нам понадобятся два двух игольных декера покажу сейчас на самом ближайшем для вас элементе дальше делается все то же самое то есть у нас здесь с вами 8 игл мы берем 4 центральные иглы снимаем петли с них на два двух игольных декера и делаем перехлёст перехлёст всегда делаем в одну сторону то есть сначала снимаем петли переносим петли с правой руки затем петли с левой руки и я сразу же вывожу их в переднее нерабочее положение чтобы мне видеть что здесь я уже все сделала дальше мы начинаем разводить наш ромб то есть вот у нас есть коса есть центр и вот эти группы по две петли мы будем переносить в каждом втором ряду со сдвигом на одну петлю то есть справа от косы я беру две петли и переношу их на один игольный шаг в правую сторону сразу же также иглы вывожу в переднее нерабочее положение то есть здесь мы видим что у нас одна игла уже освободилась и она исключена из работы следующую двойку я также снимаю на декер пряжа в несколько сложений поэтому закрываю язычки чтобы не было затяжек и также переношу на один игольный шаг в правую сторону но между ними всегда будет исключено из работы две петли возвращаемся к левой части от косы делаем то же самое снимаем две петли на декер и переносим на один игольный шаг в левую сторону сделали следующая группа у нас точно также мы снимаем две петли и переносим на один игольный шаг в левую сторону все вот на одном раппорте до узора у меня все сделано точно так же я разбираю все последующем давайте я еще один покажу то есть берем группу игл из 8 петель и находим 4 центральные петли снимаем на два двух игольных декера петли делаем перенос сначала с правой руки с правого декера затем перенос с левого декера иглы сразу вывели в переднее нерабочее положение дальше слева от жгута мы снимаем две петли ромба переносим на один игольный шаг в левую сторону следующую группу также снимаем на двух игольный декер и переносим также на один игольный шаг в левую сторону по правой части наоборот в правую то есть сняли две петли перенесли на один игольный шаг вправо и следующую группу простите снимаем и переносим на один игольный шаг вправо таким образом у нас вот эти вот петли здесь в итоге сойдутся сойдутся и образуют еще один ромб да вот здесь и как только они сойдутся мы также начнем их наоборот разводить в обратную сторону ну и здесь вот в конце в конце у меня две петли ну соответственно представим что это пол раппорта и это у нас правая сторона от косы то есть мы их также смещаем в правую сторону на один игольный шаг то есть двигаемся так чтобы они сошлись у нас с этими петлями раппорта ну вот левую часть я разобрала я пошла разбирать правую часть все я все переносы перекрут и я все сделала теперь я провязываю 2 ряда 1 2 на счетчике 4 ряд здесь мы перехлёст косы не делаем мы просто продолжаем разводить наш ромб снова возвращаюсь к центру вот они мои петли и то же самое я снова делаю я их просто смещаю от косы левую часть на один игольный шаг влево от косы справа на один игольный шаг справа все также поступаем с каждым нашим раппортом правую часть смещаем справа ничего сложного но нужно быть внимательным левую часть смещаем влево на один игольный шаг и здесь вы уже видите что у нас между косой и нашими двумя петлями ромба не одна петля в нерабочем положении уже две петли вместо этих двух петель у нас здесь появляется фон из изнаночных петель которые образуются по передней игольницы и так разбираем дальше весь наш узор все все иглы разобраны снова провязываю два ряда и так как у меня уже на счетчике 6 ряд соответственно мне необходимо в этом ряду делать перекрут моей косы я снова начинаю от центра снимаю 4 петли на 2 двух игольных декера и выполняю перенос также сначала с правой руки затем с левой руки вывожу их переднее нерабочее положение и дальше делаем все то же самое правую часть от косы переносим на один игольный шаг вправо две группы по две петли закрываю язычки что пряжа не расслаивалась и левую часть также на один игольный шаг в левую сторону снова берем следующий наш элемент выполняем перекручивание косы с правой руки им переносим петли и с левой руки переносим петли и разводим правую часть на один игольный шаг в правую сторону делаем перенос левую часть на один игольный шаг влево и так девочки далее пока не разберете все ну конечно не обязательно вязать шапку до полностью этим узором может быть у вас будет только один центральный рапорт находиться там где-то ну по центру допустим шапки ну смотрите сами кому как удобно я пошла разбирать дальше дошла я снова до конца и провязываю два ряда то есть как вы видите здесь ничего в принципе сверх сложного нет просто каждые два ряда мы выполняем смещение петель и каждые четыре ряда мы выполняем перехлёст косы сейчас перехлёста нет мы просто также начинаем разводить наши петли левую часть от косы переносим влево на один игольный шаг правую часть вправо и так поступаем с каждым нашим раппортом раппортом снова вот коса правую часть переносим справа вот видите между ними уже между вот этими двумя группами по 2 иглы 4 петли то есть еще несколько рядов и они у нас здесь сойдутся для этого мы и делаем выполняем эти переносы переносим и от косы влево в левую сторону перемещаю последние две петли перемещаю в правую сторону также разберу сейчас правую часть снова провяжу два ряда и вернусь к вам я провязала еще два ряда теперь у меня идет как раз таки перехлёст косы перекрут я снова снимаю по две петли выполняю перекрут своей косы вывожу эти иглы в переднее нерабочее положение и продолжаю делать то что делала то есть переносить петли ромба разводить от косы в левую сторону и в правую сторону на один игольный шаг следующий элемент с левой стороны беру снова петли косички жгутика нашего маленького перекручиваем и развожу наш ромбик правую сторону вправо левую сторону влево и так далее девочки и так далее пока не разберете все и мы здесь уже можем видеть что между нашими ромбами осталось две петли то есть следующем ряду мы уже их перенесем и они у нас здесь сойдутся и я провязала еще два ряда и теперь я в этом двенадцатом ряду не выполняю перекрут косы а просто развожу петли ромба вот они мои четыре центральные иглы на которых у нас образован жгут с левой стороны смещаем петли также на один игольный шаг в левую сторону с правой стороны на один игольный шаг в правую сторону есть дальше со вторыми вторую косу также я вывожу и начинаю смещать справа на один игольный шаг в правую сторону и вы видите что у нас уже петли здесь сошлись вместе их уже не 2 их уже 4 смещаем и левую часть смещаем в левую сторону готова дальше разбираем все точно так же то есть мы уже дошли вот сюда то есть половина еще одного ромба у нас связана и мы сейчас провяжем два ряда и снова начнем их разводить ну либо сводить до будем их перемещать к нашей косе то мы разводили их от косы теперь к косе все время будем смещать к косе и таким образом у нас и образуется вот этот вот рисунок дальше разбирайте до конца встретимся с вами на 14 ряду провязала я два ряда делаю перекрут косы снова беру центральные 4 петли и выполняю перекрут вывожу сразу иглы в переднее нерабочее положение и теперь как я уже говорила мы начнем снова наш ромб сводить к косе то есть левую часть мы снимаем две петли и переносим на один игольный шаг в правую сторону также поступаем и со следующими двумя петлями также их снимаем на двух игольный декер и переносим на один игольный шаг вправо левую часть косы две петли снимаем на декер и переносим на один игольный шаг влево и следующие 2 снимаем и переносим на один игольный шаг влево то есть теперь идем в обратную сторону следующий элемент снова перекручиваем нашу косичку и начинаем сводить наши петли правую часть влево на один игольный шаг левую часть наоборот вправо на один игольный шаг и так разбираем все петли потом снова провязываем 2 ряда и еще два ряда у меня провязана в шестнадцатом ряду я не трогаю свой жгут я просто переношу петли также вывела петли косы и начинаю с левой стороны я переношу две петли вправо на один игольный шаг и следующие две петли вправо на один игольный шаг правую часть наоборот переношу влево на один игольный шаг то есть двигаюсь к центру к своей косе следующая коса снова вывела правую часть переношу влево левую часть переношу вправо и так далее правую двигаем в левую сторону левую часть двигаем вправо и последние две петли которые у нас были с краю неудобно мне под камерой мы переносим в левую сторону на один игольный шаг и так разбираем до конца провязала два ряда теперь у нас снова идет перекручивание нашего жгутика снимаем 4 петли на деккеры переносим с правой руки переносим с левой руки и снова смещаем наш ромб правую часть влево группу игл из двух петель левую часть смещаем вправо так мы поступаем с каждым нашим элементом снова берем жгут перекручиваем и снова смещаем петли ромба к нашей косе двигаемся не от косы а к косе к косе дальше также разбираем все с левой стороны и с правой стороны провязала и еще два ряда на счетчике у меня 20 ряд в этом ряду мы просто производим смещение то есть все то же самое но я пока остаюсь с вами движемся к нашей косе правую часть переносим влево левую часть переносим вправо правую часть переносим влево и левую часть переносим вправо мы скоро с вами вернемся в исходное положение с которого начали то есть у нас петли нашего ромба дойдут до косы и здесь уже будет не 4 петли а 8 петель и дальше я уже буду вязать за кадром а вы будете повторять узор с начала ряда я вот так покажу может быть кто-то сделает себе скриншот и будет вязать по нему ну в принципе если вы поймете сам принцип вязания вам никакая схема нужна не будет вы будете это вязать уже просто на автомате обязательно потренируйтесь на образце перед тем как вязать шапку если вам интересно если у вас есть такая же пряжа как у меня я вам могу озвучить свою петельную пробу у меня как я уже говорила пряжа кэшву 2 400 метров на 100 граммов в пять сложений плотность рабочая 5 5 и петельная проба по горизонтали 2 целых восемьдесят восемь сотых и по вертикали 4 целых семьдесят сотых и вяжу шапку себе на 52 размер у меня 22 ряд на счетчике снова беру центральные 4 петли выполняют перекрут жгута покажу на одном раппорте выполнила снова петли арана смещаю на один игольный шаг к своей косе слева и справа следующем ряду у нас уже все петли сойдутся возле косы это будет последний ряд вот таким образом дальше выполняем все то же самое 24 ряда на счетчике и я выполняю последнее смещение петель моего ромба то есть вот они 4 центральные иглы на которых находятся петли косы и мы смещаем правую часть влево и левую часть вправо и вот мы подошли к началу то есть чего мы начинали с вами вязать то есть мы на когда делали разбор игл у нас был именно такой разбор то есть восемь центральных игл участвуют в работе между ними две выключены из работы и потом еще по две петли нашего ромба то есть также вы разбираете мы сейчас вот здесь и дальше продолжаем делать все то же самое сейчас провяжем два ряда ряда и начнем снова разводить то есть переносить уже от косы не к косе а от косы и как только наши четыре петли вот здесь встретятся мы снова начнем сводить к косе вяжите нужную высоту вам шапки ну может вы не шапку будете вязать я вижу шапку на это на примере этой шапки я показываю принцип вязания именно этого узора встретимся когда я закончу и так я провязала высоту своей шапки и у меня это 76 рядов по узору и закончился мой узор тем рапортом с которого мы начинали то есть 8 игл в работе через 2 по 2 от 8 что будем делать дальше дальше нам необходимо сформировать макушку мы ставим игольницу в положение p5 и нам необходимо выполнить разбор под обычную резинку один на один начинаю разбирать левую часть вывожу одну иглу в переднее нерабочее положение по задней игольнице и задней игольницы перебрасываю следующую на переднюю с передней на заднюю дальше у меня здесь иглы выключены из работы поэтому одну по передней я оставляю одну переношу и так далее разбираем пока все все петли не разберем один через один справа и слева разбираете дальше самостоятельно ну все я сделала разбор под резинку один на один все иглы вывела в переднее нерабочее положение чтобы легче провязала машина плотности ставлю на 4 очки провязываю 4 ряда готова теперь я сниму полотно на бросовую нить и потом сделаю при посадку и снова разберу все это под резинку 1 на 1 я сейчас уберу рабочую нить из работы я ее обрывать не буду машину плотность поставлю обратно на пятерки беру бросовую нить такую не сильно тонкую чтобы петли не были маленькие и буду вязать не получается нить пушистую готова вяжу бросовой нить я думаю достаточно обрезаю бросовую нить убираю обязательно все грузы убираю коготки которые я вешала в процессе вынимаю гребенку она нам тоже больше не нужно убрала теперь придерживаю снизу полотно и просто его срезаем нить у нас находится с правой стороны соответственно мы и надевать начнем справа я сейчас опущу игольницу и покажу вам тот рисунок который я сейчас вязала нить освобождаю можно вернуть в каретку у меня собака храпит жутко я сейчас вот здесь зафиксирую не дергалась ну давайте посмотрим так и вот такой вот узор у нас в итоге получился очень красивый на мой взгляд еще и цвет такой у меня сочный сливовый мне нравится вязала я его без образца то есть вчера ночью я его нарисовала сегодня я его отвязала вы можете взять любую схему которая подходит для вязания спицами и связать так вот у нас четыре ряда резинки девочки сорян у меня собака как всегда храпит на улице пасмурно и она у меня спит что делаем дальше разворачиваем снова изнанкой к себе я сейчас немножечко перемещу свой штатив вот так у нас было 160 игл в работе мы можем сократить в два раза можем сократить в три раза тут уже как будет удобно и так я нахожу свою первую петлю от которой у меня идет нить наверное все таки буду сокращать по три петли то есть на одну иглу я сейчас буду вешать три петли первую вторую и третью то есть изнаночную лицевую и изнаночную чтобы далеко не уходить я вот здесь от центра и начну беру нулевую иглу на нее надеваю одну вторую и третью петлю иглу можно вывести в переднее не рабочее положение мы все равно потом будем делать разбор боже как храпит собака снова берем три петли 1 2 три и надеваем их на следующую иглу и так далее главное ничего не пропустите иначе потом когда уберете бросовую нить петля просто убежит поэтому внимательно я сейчас попробую камеру поставить поближе чтобы вам показать так расслаивается нитка не очень удобно сейчас ровно одну секунду так вот сейчас наверно будет лучше видно то есть беру лицевую петлю следующую беру изнаночную петлю и еще одну лицевую третью 3 петли у меня на декере на трансферной игле надеваю их на иглу дальше беру изнаночную петлю лицевую петлю и еще одну изнаночную и снова надеваю и таким образом дальше распределяем все петли то сделаем такую убавку раз смотрю следующее идет изнаночная не пропускаем иначе слетит распустится будет очень жалко потому что рисунок то у нас не простой а трудоемки двухфантурный и так девочки вы дальше сокращаете ну что я выполнила свои убавки напоминаю что на каждой игре у меня сейчас находится по 3 петли и того 54 иглы у меня в работе я сейчас повешу такую вот гребенку от вязальной машины него аккуратно повешу на нее два больших груза по краям подниму переднюю игольницу и мы выполним разбор под резинку один на один то есть все точно также переносим по одной петли не по одной по группе из трех петель этот первый ряд наверное можно даже провязать вручную я попробую конечно сначала пройтись кареткой но оттяжка все-таки не такая как при двухфантурном вязании да у нас было с гребенкой ну попробую по крайней мере в общем таким образом разбираем все под резинку один на один ну все разбор выполнен полностью внизу я рукой аккуратно подтягиваю еще дополнительно полотно плотности 55 пробую провязать первый ряд как ни странно провязался он с легкостью а я боялась что не провяжу но пряжа все-таки гладкая поэтому все нормально подтягиваю еще раз ставлю плотности на 4 и 4 и провязываю еще несколько рядов 1 2 3 4 и 5 здесь можно снова все снять на бросовую нить выполнить при посаживание а можно просто сделать убавки под резинку допустим 3 1 на 1 через три иглы провязать один ряд и потом просто стянуть все эти петли ну что приступим так переношу вот сюда с этой переношу на заднюю игольницу вот так нет как-то у меня не так они сдвинулись так смотрю наверное все таки один на один через две иглы было бы удобнее в общем сейчас я покумекаю все таки как-то мне не так получается сейчас я верну наверное все петли обратно девочки сделаю это все таки так как я и хотела это делать так не получится у меня возвращаю обратно уж простите хотела поэкспериментировать второй день экспериментирую собака опять храпит и все у меня никак то есть снимаю эту петлю переношу ее обратно так а здесь у меня где-то смещала я петли вспомнила поэтому перенесу шахматном порядке не буду возвращать эту последнюю петлю так обрукодадку наделала так тогда получается что я сейчас еще раз сниму набросовую нить полотно и потом уже выполню при посаживании но уже не буду переносить делать разбор под резинку а просто под лицевую гладь снова ввожу выбросовую нить добавляю плотности достаточно все то же самое убираю грузики аккуратненько придерживаем срезаем полотно опускаем игольницу достаю свое полотно снова у меня нить находится с правой стороны я убираю аккуратно эту гребенку опускаю нитку здесь опять болтается ну и здесь уже можно при посадить не на 3 петли допустим а на 2 у нас было 54 если мы при посадим на 2 у нас получится в итоге 27 петель так и 27 петель мы потом с вами стянуть мы их наверное не сможем поэтому давайте все-таки выполню на 3 петли снова делаем все то же самое то есть берем одну петлю петлю вторую петлю третью петлю и надеваем на одну иглу одна изнаночная петля одна лицевая петля и еще одна изнаночная и надеваем и так далее снова собираем все в одну кучку все петельки и тогда у нас с вами получается так раз два три так что у нас получается у нас получается что останется 18 петель отлично 18 петель уже проще стянуть чем 27 так возьмем деккер мне не очень удобной иглой ну и быстренько быстренько все собираем и надеваем в общем надеваем все петли и будем вязать гладью я сократила все петли и у меня получилось 18 петель дальше я поменяла мост на машине на однофонтурный и внизу придерживая полотно провязываю один ряд плотность у меня стоит пять с точкой провязала еще один ряд ну и достаточно можно убирать нить из работы оставляем длинный хвостик для того чтобы все это собрать ну и давайте соберем нашу шапочку можно взять иглу либо трансферную иглу я воспользуюсь трансферной иглой и все эти петли я сниму на эту иглу с ниткой подтягиваю полотно так говорю сразу я этот способ вам не навязываю я сама его сейчас первый раз пробую до этого пробовала по-другому если не нравится не вяжите но на мой взгляд это все равно будет лучше чем собирать все 160 петель в один пучок как это делают некоторые можно было бы конечно вывязать клинья но эти клинья они будут выбиваться из общего узора шапки да из плотности потому что все таки двухфантурное полотно но более плотное чем мы бы вязали клинья гладью в общем пробуйте экспериментируйте может быть вы какой-то свой другой способ придумаете и покажете так убираю последнюю петлю продеваю нитку мне осталось убрать остатки бросовой нити так так где здесь у меня кончик в общем тянула тянула где-то потеряла я хвостик свой видите у меня нитка не моя обычная которую я использую на бросовой нити тонкий акрил а немножко другая все нашла вытаскиваю вот такая вот аккуратненькая макушка у нас получилось затягиваем ну и мы видим что у нас совсем маленькое отверстие но мы еще разочек пройдемся по этим же петлям этой же ниткой еще раз то есть сквозь каждую петельку еще раз собираем до прочности так движемся дальше сквозь последние пропускаю иглу ну и теперь уже можно окончательно хорошо затянуть все никакого отверстия здесь нет да что ж такое цепляется ну вот смотрите вот она наша начальная резинка один на один потом мы сократили с вами втрое да вот уже пошла другая резинка один на один ну и в конце здесь вот эти два ряда кулерной глади их в принципе не так уж и видно вынимаем бросовую нить выполняем боковой шов и радуемся ну что друзья моя шапка готова я ее уже собрала сшивала я матрасным трикотажным швом и вот такой вот шов у нас получился то есть мы с вами по краям оставляли две петли в серединку раппорта и вот так вот вышло так выглядит наша макушка голову я к сожалению продала манекен показать сейчас не могу но потом попозже покажу мне очень нравится после вот и она немножечко конечно же высоту у меня будет выше соответственно она конечно же станет мягче сейчас я ее надену на бобинку так не видно ладно бросаю эту затею в общем вот такая вот если хотите связать вяжите я уже вначале говорила да что это у меня кэш вон повторюсь еще раз до 2 400 на 100 грамм в пять сложений петельная проба по горизонтали 2,88 по вертикали 4,70 в работе у меня было 160 игл и резинка у меня отвязана на плотности 3 3 20 рядов основное полотно с узором это у меня на плотности 5 5 76 рядов ну и дальше там у нас было несколько рядов резиночки один на один если вам понравилось вяжите я буду только рада присылайте свои работы показываете их буду безмерно благодарна любой вашей обратной связи вашим сердечком ну а я побежала думать дальше всего вам доброго и до новых встреч